Долг бывает не только финансовый, но и моральный. Вот только знакомо это понятие не всем. Впрочем, следующая история как раз про ситуацию противоположную. В Шелиховском районе начальница почтового отделения фактически спасла от смерти в холоде пожилую женщину. Правда, то и все равно потребовалась медицинская помощь. Кадры из больницы и детали истории прямо сейчас. Скрыть эмоции не может, да и не пытается. Жизнь Майи Петровны никогда не будет прежней. Подтверждение тому окровавленная повязка. 78-летней женщине на днях удалили две фаланги пальцев. Пенсионерка отморозила руку, когда несколько дней провела в доме без отопления. Дрова привезла машину, а разрубить щепки даже не могу. Топор такой здоровенный, я его поднять не могу. Дом Майи Петровны обогревали электроприборы, но что-то случилось со светом, и они перестали работать. Пожилая женщина могла погибнуть в остывшем доме. Она живет одна, но ее хватились на почте. Начальница отделения забеспокоилась, ведь за пенсией Майя Петровна всегда приходила вовремя, а тут пропала. Тогда Анна Томшина отправилась домой к женщине. Приходила несколько раз. Вставала на машину, чтобы посмотреть в окно. Но в окно смотрю, что там снаружи изморозь, то есть там холодно. Когда визиты не принесли успеха, а обращение в больницу подтвердило, пенсионерка туда не поступала, Анна вызвала полицию. Дверь вскрыли и нашли пожилую женщину с признаками обморожения. Медики смогли сохранить одну руку, а вот пользоваться второй, правой, как прежде, пенсионерка уже не сможет. Она нуждается, чтобы за ней ухаживали, обустраивали ее быт, чтобы следили за ее условиями проживания. Поэтому мы будем решать этот вопрос социальными службами. И после того, как мы убедимся, что пациентка будет переведена в должный уход, на уровень должного ухода, после этого мы ее выпишем. У пенсионерки, по ее словам, есть двое сыновей. Но где они и почему не помогают пожилой матери, пока не ясно. Сейчас Майю Петровну почти каждый день навещает спасшая ее Анна. Ведь, как оказалось, чужие люди могут стать гораздо роднее, чем те, которые являются близкими по крови. Павел Жолдев, Алена Полоненко. Новости по будням.